так мужчины привет стараюсь говорить быстро по делу и не нудно посмотрите пожалуйста вот на эту таблицу сегодня я хочу показать вам о причинах хронической боли и других симптомов при хроническом простатите и синдром хронической тазовой боли кратко их проанализировать и посмотреть на фармакокоррекцию которую предлагает нам современное состояние урологии и так инфекционная воспалительная хроническая боль предполагает наличие любого инфекционного агента в ткани предстательной железы подчеркиваю в ткани предстательной железы доказанного соответственно если это бактерии то антибиотики вирусы значит противовирусные грибы противокандидозные паразит такие как чаще всего трихомонады это противопрактозойные препараты антипаразитарные значит этот первый пункт этой таблицы все понятно говорю лишь только что инфекция должна быть доказано и доказано четко ее нахождение в ткани предстательной железы если же это попутно обнаруживаются всякие псевдопатогенные условно патогенные предположим и шерихия коли стафилококус эпидермидис стафилококус фекалис и их около 500 различных видов условно патогенных бактерий которые всегда будут обнаруживаться эта контоминация попутное загрязнение это не есть истинное нахождение их секрете предстательной железы очень часто ведет к ошибочному приему антибиотиков то есть все с этим мы закончили закончили с этим для вас должно быть все понятно этим хорошо лечить острую гонорею острый трихомониаз хроническую гонорею трихомониаз только то что достаточно легко доказывается все остальное мифические всякие хламидии и уреоплазмы и микоплазмы гордниреллы лечатся очень плохо потому что вылечить их трудно а чаще всего их лечить вообще не нужно у кого-то они обнаружатся вообще случайно а кто-то их лечит десятилетиями и съедает за 10 лет тонну а вот причины хронической боли они могут быть совсем не в этом вообще но человек продолжает принимать с этим закончили я уже не один раз говорил про этот механизм лечения не инфекционная воспалительная боль начинается лирика цитокиновое хроническое септическое воспаление окислительный стресс и ацидоз и порога болевой перцепции я не буду читать вы сами можете прочитать в общем здесь известные механизмы клеточные биохимические которые характерны не только для простатита но и для различных других патологических состояний чем же их корректировать нпвс нестероидные противоспалительные препараты это вольтарены бупрофены и же с ними недостаток принимать не больше десяти но двадцати дней иначе будет цитостатическое действие угнетения иммунной системы и язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте то есть как метод который может как метод какой-то скорой помощи кратковременного лечения можно использовать как метод для того чтобы исправить пятилетнюю десятилетнюю ситуацию ни в коем случае толку не будет это дегидроквертицин ресвератрол и прочие 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 всякие штуки которые содержатся в пищевых продуктах буду называть еда тестостерон очень странно препаратом тестостерона лечить боль понимаете препаратом тестостерона боль не лечит он не обладает обезболивающим действием он не обладает противовоспалительным действием значит предполагается что к этой боли и к синдрому хронической тазовой боли запихивают и расстройство эрекции наверное потому что для чего же еще использовать тестостерон кроме как для улучшения либидо и эрекции хотя он тоже до определенного предела его по повышает но мы знаем что тестостерон можно использовать только при андрогена дефиците то есть при его дефиците при доказанном его дефиците причем доказанном не просто в однократной пробе когда человек две недели подряд работал и не досыпал а когда этот исследование тестостерона проводится с интервалом в две-три недели трижды и нечто среднее будет являться истиной потому что уровне его колеблется не только в зависимости от состояния физиологического человека состояния утомления и так далее но и даже и от времени суток ну и что мы тут видим ожирение гормональный дисбаланс коррекция веса устранение ожирения все то что я подчеркнул это факты все то что не подчеркнуто это белый шум продолжаем дальше не инфекционная сосудистая ишемическая гипоксическая хроническая боль эндотелиальная дисфункция это термин который говорит о том что эндотелий внутренняя оболочка сосудов чё-то как-то не так начинает функционировать из-за этого нарушается артериальный приток крови и микроциркуляция да есть такой механизм он универсальный чем предлагают его исправлять ангиопротекторы дезагреганты это всякие там курантилы и прочие штуки которые улучшают реологические свойства крови жратва нормальная ингибиторы фосфодейстеразы 5 это виагра ребят виагра то есть силденофил тананофил варденофил и так далее и тому подобное виагра левитры все алисы и прочие это в общем буду называть виагрой вы будете понимать что она делает она действует на этот фермент который меняет изменяет активизирует функцию оксида азота и улучшает расширяет артериолярные туры тем самым облегчает кровенаполнение в кавернозных телах но и не только вот еще слезистая носа набухает как будто вы простыли недавно при у каких-то ингибиторов сопли льются щеки краснеют и так далее и тому подобное в общем улучшает артериальную приток крови и активизирует микроциркуляцию естественно боль лечить вот этим тоже странно потому что прямое назначение это улучшение эректильной функции но говорят о том что если пить постоянно виагру предположим три месяца то тем самым мы три месяца улучшаем микроциркуляцию но это все такие фантастические рассуждения которые в реальности человеку который страдает и разовой боли или болевой формы хронического простатита длительное время не поможет сто процентов опять же здесь встречаем тестостерон противоречит логике нейропротекторы антиоксиданты альфа-липоевая кислота что это такое да это альфа-липоевая кислота содержится в массе пищевых продуктов в мясе в бобовых в рыбе брокколи в шпинате и так далее во многих странах мира она не рекомендована даже как пищевая добавка а в некоторых странах ну потому что ее дефицита нет не существует ее дефицита ее очень много в пищевых продуктах в некоторых странах она используется как дополнение в случаях с диабетом с циррозом печени еще с некоторыми заболеваниями которые как считается она уменьшает там окислительно-восстановительные процессы улучшает в тканях и так далее следующее не инфекционная сосудистая конгестивная венозно-окклюзивная подразумевается что это нарушение венозного оттока вот здесь было нарушение артериального притока здесь нарушение венозного оттока мы видим эндотериальную дисфункцию и известные механизмы нарушения венозного оттока микроциркуляции гиподинамия дезоритмия половой жизни все это приводит нарушению венозного оттока чем же мы это исправляем опять виагра тестостерон липоевая кислота венопротекторы и венотоники но это у кого были у кого есть варикоз и тромбофлебиты бывали знают о чем речь идет это всякие флебодии и тому подобные препараты которые якобы улучшают тонус микро венулярного русла я не думаю что если больной хроническим простатитом будет принимать вот эти препараты это ему поможет не поможет скажу сразу дальше нейропатическая урогенитальная автономная нейропатия об этом у меня есть целый ролик хронический простатит боли симптомы их происхождение от чего они бывают вот там нейропатической составляющей боли синдрома она я ее рассматриваю из нескольких научных сообщений интересные выводы кому кто захочет посмотрите не буду подробно останавливаться здесь почти все действительно работает ну в смысле из причин это ожирение инсулино-резистентность гликолизный нейрональный стресс кроме окислительный стресс но это такой универсальный механизм биохимические клеточный оксидативный стресс еще его называют это когда с течением времени с течением времени под и митохондрии элементы днк окисляются и тем самым повреждаются так скажем упрощенно вот можем ли мы на него влиять до в какой-то степени но это все теоретические рассуждения также как и дефицит и витаминов группы b и d дефицит и витаминов группы b и d может быть были у детей в двадцатые тридцатые годы в периоды голод голодания в периоды тяжелых очень материальных условий когда человек однообразно питался продуктов питания не хватало в наше время это просто модное направление потому что дошли до того что витамин d до действительно очень важная регуляция фосфорно-кальциевый обмен и прочие кости и все остальное но дошли до того что рекомендуют принимать бешеные дозы витамина d там 30 тысяч 50 тысяч международных единиц в сутки вот хотя достаточно тысячи но я вам могу сказать одно что я вот со своей болезнью пробовал сжать этот витамин d и b и колол большие дозы витаминов группы b еще и только не делал на мне лично это никак не отразилось я не думаю что на больном на у больных с хроническим простатитом это сделает революцию ну если предположим предположить что посадить человека куда-нибудь в подвал на 6 месяцев где он не будет полгода видеть солнечного света и будет жрать только картошку с манной кашей тогда у него возможно сформируется дефицит витаминов b и d поэтому все это белый шум антиоксиданты все это белый шум антиоксиданты бегуаниды метформин появляется здесь намек и отсыл на очень чувствительные нейроны к нарушениям углеводного обмена вот это инсулино-резистентность гликолизный нейрональный стресс и устранение отжирения тут же это сахарный диабет но у нас же изменены нормы наша знаменоносная всемирная организация здравоохранения нашла оригинальный способ борьбы с заболеваниями со многими все вы знаете насколько мощное лобби у компаний которые производят современный фастфуд и вот у людей формируется по сути дела сахарный диабет но теперь мы называем это пред диабетом если бы в советском союзе были такие нормы углеводного обмена у нас вы 80 процентов населения назывались бы больными сахарным диабетом но эта ситуация совершенно недопустимая мы с экраном видим пейте кока-колу ешьте чипсы гамбургеры вот а поэтому мы меняем нормы повышаем нижнюю границу и у нас количество сахарного диабета резко уменьшается ну потому что все это все это появляется в нормальных границах все показатели жирных тьма вот но тем не менее мы называем это мягко пред диабетом и рекомендуем метформин принимать вот вместе с кока-колой и гамбургерами метформин по принимаете опять же альфа-липоевая кислота это жратва я уже про это говорил миогенная причина болей саркопения дисфункция мышц тазового дна и предстательной железы окислительный стресс говорили гиподинамия понятно все что дисфункция мышц одни в гипертонусе когда человек сутками сидит перед монитором другие вообще не нагружены и чем же мы исправляем тестостерон витамин d антиоксиданты но появляется еще одна идея не знаю кому она пришла в голову миорелаксанты это очень опасная группа препаратов как который относится к сильнодействующим только по рецептурному доступу и возможность получать их только у анестезиологов реаниматологов потому что с помощью именно этих препаратов они отключают дыхательную муску чают дыхательную мускулатуру то есть парализуется диафрагма и межреберные мышцы которые отвечают за вдох вот выдох происходит пассивно и когда отключается функция дыхания больного вентилируют вентилируют с помощью аппарата искусственной вентиляции легких нагнетают принудительно воздушно-кислородную смесь вот это используется в тех случаях когда человек не может из-за пневмонии там либо из-за масса причин когда функция внешнего дыхания не не нормально осуществляется самим человеком у него отключают мышцы и принудительно с помощью аппарата искусственной вентиляции насыщая различные концентрации кислорода поддерживают необходимую концентрацию кислорода и функции газообмена в организме их можно регулировать в таком состоянии вот то есть последняя группа наиболее частая это значит что вообще ни о чем раз сочетанная форма наиболее часто значит это все в куче и комбинации вышепистики перечисленных причин опять же все в куче и комбинации препаратов в зависимости от преобладающих механизмов опять же все в кучу вы понимаете что все смешали в одно когда в тазу чего-то болит неизвестно почему и неизвестно от чего и лечить неизвестно чем вот это основной итог нашей вот этой прогрессивной западной формы так скажем подхода к вообще к медицине и к лечению заболеваний я об этом уже говорил это очень связано со страховой медициной мне звонить там пациент из нью-йорка который два года два года бродит по урологам соединенных штатах и не может просто не может с простатитом найти никакой помощи они идут четко по алгоритму предусмотренному страховой медициной страховыми компаниями берут анализы на инфекции инфекции не находят тогда назначают нпвс обезболивающие и если что-то там у тебя плохо стоит вот те виагры ну и так далее вот по ситуации и до свидания если инфекцию находят назначает антибиотики и больше ничего все два года он ходит он получает либо антибиотики либо вот эти вот виагру другого лечения он найти он нашел с трудом какого-то украинского доктора которого там целовал в обе щеки которые ему действительно пощупал простату там что-то назначил более-менее вменяемое какое-то лечение и вменяемые какие-то рекомендации дал вот то есть таблицу мы разобрали теперь нам нужно понять чем же действительно мы можем на все это воздействовать это во второй части которую уже будет